уважаемые как это говорят подписчики до видеоблогеры и просто интересующие жаждущие машина а из 35 ну к сожалению приехал не с доброй вещи в такой день 8 марта приехала женщина поздравили светлана наш постоянный клиент следят за машиной часто делают то как по плану делать сначала делал дилеров 5 лет ну потом вот каким-то образом познакомились и сайт нас на обслуживание приехала с каким-то посторонним штуком вчера разговаривал с ее мужем он говорит цепи 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 там везде прочитал интернет гудит много читает часто бывает тяжело говорить что либо после того как человек на смотрится на читается дать спорить невозможно и не надо как-то надо было убедить я хочу поменять цепи потому что на холодный посторонний штук по телефону не объяснить что возможности да кстати на этих машинах цепи хоть и кто-то пишет там 150 160 тысяч но ни разу мы на этом пробеге цепи еще не меняли вот наверно прократоват на кд на кае до цепи более-менее и надо цепи более-менее разгруженные поэтому они ведут себя хорошо достаточно долго есть машина особенно который ездит не по москве не похож на то бишь а по трассам и приезжает 230 240 тысяч километров цепи живые то есть нет такого крика да чтобы а надо срочно менять поэтому было посоветовали сказали позвонили просто приедете на бесплатную диагностику диагностику нас всегда бесплатно что касается двигателя вот этих посторонних шумов ступок естественно приехала светлана приехали стук что долго говорить доступ сейчас вы это услышите стук явно стук не цепной к сожалению же 4 это вот то же самое что у всех примерно происходит на какие-то пробега больше ста тысяч чаще всего вот этот посторонний стук то есть поршневость если будем разбирать сейчас этот двигатель не понравилось одно что стук достаточно звонки а эндоскопом и не лазили и на скобом уже не лазили почему потому что явно то есть период когда мы сомневаемся и когда стоит что-либо посмотреть на этой машине против до была на прошлом деле машина вот айсор вот вот эта машина глаг был на прошлой неделе тоже приехал со стуком пробег шестьдесят восемь тысяч думали да что послушали сначала да не знаем полеге тут сад гидрокомпенсаторы то ли гидрокомпенсатор то ли цепи то ли стук поршневой вот здесь мы полезли смотрели с камерой видео наверное есть наверное выложим или фотографии хотя бы вот здесь эндоскоп показал что цилиндры все идеальные есть уже какие-то темные пятна знаете какой-то когда горло болит какие-то красные они не критичных он на месте самое главное что он на месте поэтому было принято решение вскрыть клапанную крышку снять переднюю панель то есть то бишь цепи и что мы там нашли мы поменяли один гидрокомпенсатор слава богу нашли это бывает часто тяжело сделать нашли один гидрокомпенсатор в третьем цилиндре мы его поменяли также нам не понравилась выработка на ванусах механизм который регулирует газораспределение поменяли два вануса поменяли гидрокомпенсатор машина заработала то есть стук пропал вот в этом варианте вот в этом варианте по первых пробег 68 во втором варианте когда мы снимаемся мы естественно сразу лезем эндоскопом здесь сожалению поздно да ну такое бывает потому что невозможно сказать все таки все таки на каком пробеге что произойдет а на каком масле она ездила масло 530 ездила масло 530 вот меняли тут ситуация вот еще какая если машина с пробегом мы рекомендуем лить масло 520 пожиже много тоже споров по этому поводу в интернет не спорим нам так удобнее потому что мы делают держим гарантию нам дороги наши клиенты да поэтому льем 520 переводить вот этот двигатель на 520 уже нет смысла потому что он уже проездил уже есть какие-то шумы и как только ты заливаешь вот на этот стучащий двигатель 5 масло 520 то все это идет к то катализация процесса тоже намного быстрее начинает стучать с чем это связано фиг знает это химикон поэтому 530 лили 530 все время лили и переходить на другое масло нет не было смысла чтобы но к сожалению время у нас подошло сейчас мы заведем послушаем и потом процесс дмитрий нам поможет будем разбирать и потихонечку будет как-то рассказывать кратенько стук сильный он приехал горячий мы обычно как 10-15 минут держим на улице чтоб подостыла чтобы услышали более явно сейчас он на холодные получали холоды но и на здесь на горячем здесь все было слышно ну как он холодно он стоит у нас уже возле часа здесь все цеху тепло двигатель мне гайф двигатель не холодный и не горячий комнатной температуры радиаторы чистые до чистый ну давай заведем заводить будем сейчас мы будем заводить окно на хвостом ходу будем проводы потом потихонечку будем нажимать на педаль акселератора там полторы 2000 оборотов нажимаем и отпускаем газа и вот эти стуки перекаты где сразу слышны когда вот на сбросе когда бороду падаву там они явно сразу они будут слышны нажимаешь на газ когда слышны когда нет на хвостом когда слышно когда нет особенно горячий и esté вот нажимаешь на газ и отпускаешь педаль газа до акселератор и вот эти штуки вот эти перекаты парши и сразу слышно заводим пробег 126 477 стал еще туда не лазили это оригинальный оригинальный пробег завели и туда так мы выставили сейчас у нас получается первая четвертая цилиндра в нижней точке пошли у нас внизу то есть цилиндр и у нас с вами открыты для просмотра начнем с 4 давайте все начинается мы четвертым достается больше всех но начало почему-то со 2 3 вот они вот видите черные полосы вот это есть медицинский да есть медицинский термин по этому поводу не хочется здесь его свечи то есть это плохо вот видите давиде хона не видно бог вы с ней да бог бы с ним было бы эти полосы да и после геозовки тоже это полосы все-таки поршень очень короткий коротко ходы поршень позже ничего не весит да он стучит по гильзи но хон сохраняется а здесь ведь их хона не потом где черное пятно было хона не значит пошел масло жор и пошел и пошел звук по стороне масло жор на этих двигателях не сразу начинается надо поедете вот с такими задумок вода будет видеть и хон отсутствует как класс все масло жор ждите масло жора опять же не смертельно все это делается просто все вот это которое вот здесь надирается чем плохо да вот ездить достаточно много с этим потому что все это сыпется вниз все это сыпется на вкладыши на коленвал на масляный насос не дай бог бывают варианты на распредвалы ни разу не меняли мы шлифуем не не точен мир не растачиваем просто шлифуем вручную до эндмейт называется вот мы посмотрим что будет на этом двигаться да как у когда что что досталось что досталось в общем и целом вот эти задержки до чего не добрались это у нас первая цилиндра айфон десятый все хорошо давно искачет ну вот он вот он осветил первый да но здесь опять же когда повторюсь извините здесь почему-то со второго третьего цилиндра начинается и достается четвертому видно масляный канал идет начало масло подачи с первого или четвертый вся вот этот фигня гонятся в самый последний цилиндр там ему конечно достается видяшки ну сейчас посмотрим второй третий дом вот смотрите вот так и о чем мы говорили да вот эти полосы они есть даже нагилизованных после пробега 100000 приезжала машина недавно до владимир больше свидетель вот тоже они есть но хон хон ветер это полосах он какой-то еще сохраняется не весь не целый да то есть принципе принципе да это плохо но это не смертельный еще до хон есть слава богу то есть масло держится давление держится все стирается под стой стороны когда был да там все было плотно должно быть вот да ну это да да пробег 125 тысяч хон на месте посмотрим второй третий так это у нас получается третий цилиндр нифига себе задняя стенка вся моя теория идет тартарары третий цилиндр ну да задиры есть но здесь еще тоже не катично то есть это как но какой-то вверх не получается на 4 на 4 там уже больше там уже я вот этого больше чем на третьем пока да с этой стороны чтобы с другой стороны но что-то не типично вообще на самом деле здесь тоже вот они уже есть нет нет тут есть вот эти два вот этих вертикально они тоже уже серьезные мы смотрим на хон он задир перегораживает хон но все равно такие черные вертикальные полосы они уже хон сожрали поэтому они уже хон смяли поэтому возможно тоже мотор вот он поршенье 125 тысяч пробег да во время капитального ремонта естественно вся голова все головка блока цилиндров перебирается естественно меняется масса сумма с очками и сесть так вот она придет машина на грей до камеру уже в машинного решет говорит от а масла же машина приехал с минимальным уровнем масла а вот черный что это такое награде пятно может быть и ангар сгорать свежие то есть какой-то массажер здесь есть ну так таких до остов сильных нет еще без талактитов без талактитов да как говорят то есть еще более-менее нормально ура смотрим третий второй на третье там не похож на 3 одно есть больших не все как на третьем да да получается что надо стирать мою информацию что достается второму и третьему начинается здесь получается да не типичный вариант вот четвертым досталось все почему не знаю но страдает потом почему так не знаю ну будем скрываться действует но она все вытащили уже до разбирать дойдем до самого главного она передняя или полноприводных а тут надо обслуживать привод нет на передний то есть здесь из автомата сразу шрузы выходят привода прямо с коробки выходит здесь нет ни углового ряда на полноприводном здесь получаются другой пропуске 3 сюда ставится и пошел в кадар вот здесь не раз в год нужно снимать делать профилактику что не было никаких нюансов при разборке не штатного так скажем не было сколько времени примерно понадобилось где-то часа полтора занимает ничего интересного это еще один час на разборку и дефектов куда полностью занимает 3-4 часа и уже есть диагноз список запчастей это все потом согласовывается с клиентом либо клиент приезжает уже смотрит воочию видишь что что внутри происходит и тогда уже все на месте решаем согласовываем в целом ремонт занимается ну три рабочих дня день я забрать от дефектовать день генерализовка и день сборка бывало такое что и вообще за день разбирался и генерализовался и собирался это в один раз было и вот он наш четвертый фашид болтается очень даже хорошо можно посмотреть в остальные так не болтаются остальные болтаются но не так скажем не так сильно вот вот оно сзади ощущается и пальцем и посвятение на глаз так и первым ну вот на ноготь вот ноготь цепляется там палец ну да вот цепляется что-то задерживает первый у нас это вот с этой стороны вот 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 она достаточно даже одной хорошей полоски одной хорошей полоски она уже будет вести себя некорректно то есть стук давнишний стук не сегодняшний просто все ездят женщины во-первых во вторых все любят что логично думать сначала цепи что-то с гидриками стаканчиком и т.д. и т.п. поэтому стук не сегодняшний все это потихонечку чем дешевле ну дешевле скажем так чтобы дешевле обойтись то есть сначала если поменять подешевле ну да кстати понимаете в чем дело может быть да что подешевле но обычно жалко потом цепи то останутся да на перебраном двигателе ну а работают потери по замене цепи поэтому как бы проще владельца как бы это не было тяжело говорить проще его потихонечку в его мысли внести что надо капитальный двигатель и менять цепи тем самым он сэкономит хотя бы на рабочую по замене цепи я понимаю что не у всех есть деньги всегда но этот двигатель хорош одним что он не заклинит никогда вот еще ни одного двигателя который привозили нам заклинившим не было масло жор жуткий стук но они заводятся они едут поэтому тут только размер опять же повторюсь опять же размер вложений стук начальный или стук уже со временем да все-таки он увеличивает стоимость ремонта поэтому как бы менять цепи они конечно легкие деньги можно как клиент на стариксе хотел цепи поменять ну клиент на стариксе поменять тяжелый клиент но как сказать все таки работа слава богу есть а раз есть работа значит механики достаточно опытные и на слух по давлению масла по какой-то диагностике по компьютеру нас ошибки не чек-энжен нас не интересует нас интересуют данные по топливу данные по воздуху данные там по форсункам да по таким-то вот которым куда компьютер сняешь они направляют поиск не более того вот поэтому вчера вчерашний клиент на гранд старость на дизеле да там уже было ясно что зрителям что-то не то давление на это указывало вот дом говорит с клиентом мы решили все-таки как-то вот влезать уже поглубь здесь немножко другое здесь был стук изначально стук давнишки скорее всего вот есть диджей муж говорил да это цепи потому что опять же весь интернет а 150 тысяч меняет цепи а то нет это не так вот по нашей жизни по нашей жизни вот здесь да то что мы имеем цепи мы не меняем на них вот ну поэтому здесь наверное все-таки ремонт будет чуть дороже потому что стук который вы слышали на видео он не очень хороший хотя цилиндры не не совсем плохие что вот типично обычно 2 3 потом 4 здесь как-то 4 1 плохой 2 3 плохие ну как бы 2 3 даже ноготь цел да ноготь ни за что не цепляет почему не знаю вот интересно вместе с вами это посмотреть для нас это тоже в новом а с катализатором что катализатор так значит смотреть на этих машинах где катализатор стоит сразу мучном коллекторе то есть машина то бытует мнение об этом говорят официалы и это наверное правда что они говорят по поводу стучащих двигателей а вот приезжать клиентов даже гарантийные бывают что они говорят плохое топливо катализатор забивается и вся вот эта пыль керамической идет цилиндры есть такое мнение еще год назад мы в этом я лично я говорю за себя вот здесь но тем не менее я в это не очень верил потому что обычно катализатор дует сильное разрешение идет на там где стоит эгр на дизельных двигателей да вот там сильное разрешение это может в обратно в обратно из трубы все сосать на бензинах это не нет если это не турбирный какой-то мощный двигатель вот поэтому я не очень в это верю но вот вчерашняя машина которая вот а x35 и тому где делаем капитал куда вот видео наверное вы увидите хотя бы фотографии вот там видно то ли масло наездили с маслом плохим до сгоревшие маслом ну и катализатор там просто даже по-русски сказать просто да вот там уже и думал я что вас в том числе из-за катализатора были бы были к машины кирисе в колярисе у них из-за катализатора бывают вот в этой это правда можно поверить версии заплату бензин поэтому если катализатор еще раз повторюсь стоит вот здесь возле выпускного коллектора то мы 99 процентов мы его будем удалять удалять потому что вот есть слухи есть прецеденты не часто но все-таки мы удаляем в том числе чтобы делать гарантию чтобы клиент был доволен и чтобы и гарантия у нас было и чтобы жили всемирно вот это конечно какие-то деньги но это совершенно земные деньги если катализатор стоит вот там вот там вот там вот далеко дал как до ранних машин экспортажа конечно когда он где-то возле стоит то мы даже вообще туда не лезет практически мы его не снимаем не меняем почему-то он более и более и менее жив опять же конструктивная какая-то одна особенность может быть прошивка новой может еще что-то таки удивительно как-то настраивается на заводах что-то еще делать вот поэтому скорее всего этому к утризатору будет капец видео вы увидите наверное подтвердиться слова не подтвердиться ну и в любом случае если даже он хороший нам с вами нужно на этом двигатель ездить еще как минимум 150 200 тысяч поэтому катализатор удалить и забыть эту проблему с этой стороны ну что сняли мы выпускной коллекторов это и наш на мотор у нас действует вот видите тут даже невооруженным глазом видно что вот видно вам да вам тоже видно вон на камеру видите вот видите у . нету и неровные как вам видно ведь он должен быть вообще идеально ровный он пожженный весь означает то что а где же этот кусок цилиндр или расплавился или попал цилиндр вот прямого нету видно вам или обратно засосала его но мотор или говорится расплавился а температура то что вот для сравнения да вот именно вот здесь в каком он качестве и вот здесь думаю видно да вам на камеру то что разница есть вот аккуратно перевожу видите даже общую площадь а там какой он и вот здесь все-таки с нашим топливом катализатор катализатор и долго не жил можно вот без камеры без всяких лампочку и там вот в этом он что даже не вооружал сейчас наступает час кис или д-2 дедлайн здесь нет дедлайн вот там когда мы сейчас будем заводить час кис что же у нас со вкладышами то есть сэкономим мы денег владельцы или не сэкономим у нас с вами плохой был поведен на видео да вы увидите 4 цилиндр первый второй третий как ни странно какой-то более-менее скажу что не цеплялся поэтому скажем это нормально когда задиры были начал сыпаться вниз масляный насос начал гореть посмотрим догнал ли он вкладышей догнал ли он каменвал этот задир несчастный это четвертый нормально пока владельцы везет нормально пока все хорошо ура все-таки владелец женщина и сегодня 8 марта вдруг повезет повезет есть да если вкладыш нормальный то масса насос тоже нормально естественно мы вскроем естественно посмотрим если есть хоть минимальный какой-то задир или подозрение на задир в масляном насосе он достаточно здесь простой надо будет менять нормально здесь насосом тоже нормально но тем не менее проверим ну и соответственно свой поспоренный коренвал в чем вкладыши у нас коренные коренные вкладыши у нас хорошие это это вкладыш коренной объясняю наверное прежде всего себе это в пленой вкладыш вот он стоит в постели нить он какой блестящий ну можно сказать что очень хорошо выглядит пробег свой расход лично очень достойно поэтому слава и все ритом притом задире светлые дома при тех задиры что мы наблюдали да вот это очень хорошо скорее всего женщина владелец молодец испугалась стук и приехала можно сказать вовремя теперь мы с вами да простите что быстро почему потому что как вам сказать можно конечно взять логарифмическую линейку можно все эти промерить зазоры ну нужно ли вам это интересно ли вам это вам нужно суть уловить суть мы вам подадим дать что делать мы вам подадим кому интересно тонкости можно посмотреть в любом случае может их там подъехать 9 и 2 смея слава богу опытные за поговорить денег мы возьмем приезжайте поговорим покажем даже на вашем машине просто поговорить подъезжай и так поехали опять я отвлекся опять я как унесло 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 меня туда давай дима так по складышам какая она ситуация то есть коренные кладыши у нас все хорошие здесь не из-за ни задиров ни каких-то протертностей ничего криминального особо нет то есть кладыши коренные можно оставить их не менять не в хорошем состоянии вот здесь на пятом есть такая это не критично этим можно по шатунным вкладышам у нас получается ситуация такая верхний вкладыш от на вот у них протирается у них были ревизии по вкладышам как раз они красную красные черные были цветов то есть они экспериментировали с напылением вкладыша усиливали его это еще у старого образца то есть это первые самые планы мы не меняем эти мы будем менять в крышках нижних шатунов вкладыши хорошие то есть шатунные вкладыши под замену они не задраны они просто потёртые но это у них болезни на двигателях у них получается верхние вкладыши шатунов протираем и есть усиленные вкладыши сначала они были красного цвета потом они сделали черного то есть какую-то керамику они туда начали напылять там как-то по другому это слово называется но тем не менее да то есть они поменяли вкладыши есть замена по каталожным номерам да и вот здесь они сделали что-то укрепили поэтому потом старые вкладыши мы вытащим по замене по программе естественно оригинальной программе по вину мы найдем замену на новый вкладыш по номера по каталожным и будем еще достану с коленвалом что хорошо все хорошо это ни о чем покажи вопросов вообще никаких нет то есть все хорошо значит минус 30 тысяч у клиентов никаких намеков вообще на какие-то царапины нос и прочее прочее то есть коленвал у нас в отличном состоянии мы только помоем в окна новые вкладыши он пойдет отлично вопрос в этом случае мы будем с тобой у вас и насос твое мнение лично вскроем посмотрим то есть как мы говорили вот при таких и таких убеждений масло насоса обычно не достается ничего пусть масс насос также выживает но тем не менее мы вскроем и проверим себя прежде всего гарантии наши поэтому нам нужно все это проверять все это делать в любом случае насос машины при капитальном ремонте нужно смотреть да это вот да 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 но по нашему мнению да по нашему мнению он цел он обычно ну что и мать и расставать точнее а самая интересная по площадь цилиндр номер какой порт не дает поливе каком среда не знаю не важно не просто мы же мы же снимали дали там посмотришь на второй треке более-менее четвертый плохой первый такой как у нас любят говорят сервисе подуставший немножко сейчас мы посмотрим что паспорт паспорт жил самым интересным так идем первый паспорт первый паспорт у нас был на втором месте по плохому состоянию скажем так ну вот он виден но это небольшой еще задер но уже достаточно чтобы он стучал и то есть масло подъедал целом хорош сейчас посмотрим так вот это эта сторона у нас в принципе хорошая здесь вот только-только начало его задирать третий третий у нас тоже был как второй но но это вот самый лучший здесь вот еле-еле его начало помирать напыление здесь даже осталось антифрикционная то есть это самый лучший будет так вот это у нас стенка это у нас получается со стороны впуска впускного коллектора там задеры были не сильно большие а вот это уже со стороны выпуска 4 до 4 до 4 получается вот как раз он у нас и стучал опять же прошли маленький юбка здесь вообще площадь ее совсем маленькая поэтому если у пустого двигателя максимум 150-200 тысяч в любом случае застучит по новой ну что вот он да да вот к сожалению стандартная операция стандартный вот здесь тоже какое-то есть напыление черного цвета да по-научному не бывает антифрикцион вот и она потихонечку сдирается и потом начинается ведь тут уже маленький пошлинчик вот прям как кольцо на мужской руке да маленькая тоненькая ничего не весит сам блок одной рукой можно поднять естественно поэтому вот перепаяться в этом цириндре как я не знаю что ну вы знаете как что вот и вот такие вот неприятности есть чтобы этого избежать к сожалению аж с прошлого тысячелетия ничего нового не придумано гильзов гильзов к гильзов к еще раз гильзов к гильзов к оригинальный размер поршней номиналов и стандарта под каждый поршень подбираем гильзу гильза сухая то есть растачивается блок вставляется вот если даже поршень очень стукнет вот как мы с вами обсуждали ранее да даже стукнет по гильзе да хон остается будет рисочка да но как говорят наши добростные механики притирочный назовем и так притирочный да но тем не менее хон остается масляного голодания масла жора нет и вот таких противных штуков нет и это долго достаточно это много ходит опять же 150 тысяч пройдет у меня есть рекорд я могу об этом говорить потому что да первый двигатель корейский я модернизовали аж в 1996 году мы первые две машины корейский sonata 3 симпатичный сумасшедший и мы работаем на жигулях понятно все мы оттуда выросли и мы их расточили и плата есть 20 тысяч приехала одна машина масло просто уходит масло жуткий совершенно вот потом через некоторое время появилась такая же вторая машина разобрали прослезились и старики сказали давайте гигилизовать тогда кем там уж они старики те старики сказали и вот с 1996 года гигилизуем 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 и боимся не гигилизовать и боимся предлагают да расточить несколько дешевле но вот ел и пау надо же этому двигателю дать жизни да вот гигилизовка дает ему все остальное кто-то говорит ходит да приезжают владельцы говорят вот расточенный двигатель ходит наверное да это есть но мы не будем мы гигилизуем примерно сколько уже приехало расточенных 2000 да много там уже есть масло и безусловно конечно нас вот нельзя сказать что прям раз после расточить нам двигатели идут косяком я там на стороне мы разбираем это все заданное нет такого нет но тем не менее да попадаются двигатели где растачивали где-то там вне нашей области не нашем районе как принято говорить да картина не очень хорошая ничего не поменялось он за эти 30 лет шестой стол все равно гигизовка тем более что современные двигатели они все легче у них все вот это цементрации укрепление все тоньше нанотехнологии наши любимые да поэтому естественно ресурс наверно заводской все-таки ресурсы не там где-то даже написано официал что он до самом деле небольшой она нормально да среди среди европейский продвиг 20-25 год умножать на свои пять-шесть лет вот он двигатель подходит к своему своему жизненному завершение жизненного цикла завод выпускает новую модель с новыми двигателями давайте покупаете да вот поэтому удивляться о том что говорят многие что двигатели мало ходят жизнь такая стремительная пошла за завода работать модели много мало того это не только корейцев как касается да вот я сам не люблю про себя говорить тем более да там есть немецкий у меня немецкий автопром езжу приезжал к нам диагноз работы в дельском центре не буду горькая марка не буду горько называется да на немцы давно работает 20 лет и так как у меня такая же машина я начал его пытать что происходит сейчас дорогущими зрителям он говорит гилизуем гилизуем немца то есть 90 100 120 он не сказал за все двигатели за все объемы да но определенного объема двигателя тем не менее тоже гиризуется то есть это на тенденции получается общее нельзя вот эту марку не эту машину да просто наверное технологии такие что двигатель наверное заставляет нас менять почаще модельный ряд машин машин отсюда но тем не менее гиризовка тем не менее жить будет важное дополнение по по двигателю по по точке мы встречаемся да не часто на такой бывает уже дмитрий вам расскажет витам не случайно болт гбц держит очень тщательно рассматривает почему он это делает он нам же это выяснить и получается при откручивании одного болта гбц он шел как-то подозрительно туго нелегко выкручивался вот здесь он стоял получается будет видно не видно здесь вот резьба чуть-чуть она за как замятая да получается когда болт выкручивался то есть он вытянул здесь есть был в блоке в алюминиевая и соответственно легко поэтому 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 будет восстанавливать вот об этом речь на самом деле тело не испорчено просто немножечко алюминиевая немножечко надо немножко поправить вот эти вот витки вот это это поправляется обычно прогоняется все-таки не растачивайте какие-то переставить и боже мой не упаси просто немножечко освежаем этого достаточно тем более мы затягиваем с моментом естественным электрическим причем да скажем так вот сколько мы уже пятый год и делаем да вроде как бы все держится приезжала одна машина где недавно кстати была уникальный случай был сделан капитальный двигатель пришла машина через неделю возвращается антифрис уходит масло гонит между гбц и блоком то есть все дума механик а а иди сюда не таки ну и на 3 ключ не взял не знаю задумался о чем-то прекрасном начали разбираться прокладка нормальная проверили все резьбы я правильно сказал или резьбы все было нормально болты посмотрели все было цело то есть с этой стороны у нас все было хорошо мы там резьбу прогоняли как оказалось кривая плоскость головки блока цилизра разговаривали с владельцем до ремонта никакого пареньев не было антифриск никуда не уходил но тем не менее факт фактом да мы вскрыли еще раз подняли голову у нас благо есть свой цех мы ее обрисовали все было нормально благо есть свой цех тут же мы делаем шефов науки плоскость и вот там мы сняли 015 вопрос это привезла 015 должно было во что-то вылиться в уход антифриза какие-то или что-то нет ничего этого не было и если честно вот между нами мы проверяем головки на после что мы проверяем линейки да обычно достаточно владелец чтобы сказать что было не то до антиприз уходил или там какие-то масло были потеки и о том двигатель тоже ничего не было тем не менее сняли голову отшлифовали его полирнули плоскость поставили и счастливых леса отправили эти работы были сделаны бесплатно разбираться так всяк нам неинтересно взялись работа недочеты исправляют даже если это нас не совсем касается вот такой один случай был поэтому резьбу мы здесь восстанавливаем болты естественно будет новые болты новые хотя тоже в интернете там много кто-то вставит новых вот так мы ставим оригинал только оригинал этот двигатель не любит никакого не оригинала честно скажу да поэтому ставится оригинал вкладышки поршня кольца кольца мало того приводим оригинальные и так между нами еще из оригинала выбираем не знаю чем это связано упаковка везде красивая везде все это и все что нужно на них наклеена но тем не менее по каким-то причинам приходит механик и говорит что я не буду ставить эти кольца просто молча даем новый комплект потому что механик должен быть уверен если ему что-то не нравится мы лучше поменять говорить о том что-то вставь это оригинала делать там не оригинал в оригинале не может быть что-то не то мы так не думаем мы просто даем другой комплект конец вот это тоже итак блок приехал у нас гильзовки цилиндры загильзованы фон нанесен все хорошо все отлично поршни собраны осталось кольца поставить новые поршни вкладыши шатунные мы поменяли то есть будут стоять сейчас усиленные с красным напылением керамическим кольца оригинальные будут тоже в принципе все запчасти стараемся оставить только оригинальные коленвал у нас был хорошим состоянием его помыли с ним принципе больше ничего делать не нужно было также у нас была проблема с одной резьбой мы там при откручивании болта напал то есть резьба вытянулась немножко но мы это дело прогнали метчиком сейчас все хорошо все закручивается затягивается проблем никаких нет так что еще что еще да в принципе пока все сейчас будем собирать все будем собирать чаще и показывать вам так начинаем установку коленвала далее будем собирать прышневую шатунно-прышневая группа у нас собрана принципе не собран поддон прикручен обтянут коленвал то есть шатунные крышки шатунные коренные коренные шатунные с определенным моментом то есть все как по мануалу сейчас мы будем устанавливать головку то есть она уже поставлена будем затягивать болты тоже все динамометрическим ключом все как полагается так двигатель мы уже собрали он уже установлен на автомобиль сейчас мы идем его запускать сейчас вы увидите как он работает ации и так далее все сейчас прогреваем проверяем автомобиль снизу чтобы нигде ничего не текло и все ставим защиту выгоняем на улицу и она будет ожидать клиентов так не забываем подписываться на канал ставить лайки и приезжать к нам автосервис на автозвоню а а а а